Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виталий, также широко известный в узких кругах, как Сова и тот парень в красной клетчатой рубашке, который строит всякое дерьмо в игрухе под названием Satisfactory. Да, это по-прежнему я, и мы по-прежнему занимаемся ровно тем же самым, чем я и стал известен, широко известен в узких кругах в этом самом вашем интернете. Значит, в прошлой серии мы сделали вот такой вот кусочек. В принципе, довольно неплохо он так стильненько получился у нас, этот кусочек. Он, правда, еще не сверкает, но скоро будет. По замыслу... Так, сейчас, погоди, сейчас я улечу отсюда. То есть, по замыслу у нас будет вот здесь вот стоять где-то некий блок с дронами, один из блоков с дронами, и вот эта вот штука по замыслу должна частично освещать этот блок с дронами, и, в общем, заодно вот эту конструкцию, и все вот это вот. Короче, мы тут все это дело заложили, а сегодня будем продолжать это делать. Поехали! Так, и для начала... Для начала... Для начала... Ух, для начала... Для начала нам надо будет проложить точно такую же историю с другой стороны. Сейчас мы только фонарик включим, которую мы проложили здесь. То есть, у нас... Смотрите, какая штука. То есть, у нас вот отсюда должна... Сейчас только надо в жухинку поставить. Отсюда у нас должна идти, значит, вот такая вот вешеча. А потом, простите, потом у нас должна будет идти крыша на 4 метра. Крыша должна будет идти, да, определенным образом вот так, иначе у нас потом не сойдется дебет с кредитом. То есть, она должна быть не здесь, а вот здесь, иначе хрена мы потом сумеем установить нормально фонари. Мы это уже выяснили в прошлой серии, поэтому теперь мы точно об этом знаем. Теперь нам надо с другой стороны такую же штуку сделать. По-моему, я немножко переборщил со штукой. Штука. Да, я со штукой переборщил. Штуку мы вот туда затаскивать не будем, потому что нам не надо. Теперь берем еще раз... Не туда нажал. Так, берем еще раз... Еще раз берем... Еще раз берем крышу. И эту самую крышу, да, вот таким вот образом протягиваем до самого начала. Все, сама крыша у нас готова. Значит, теперь нам надо взять настройщик. Взять настройщик и материалы в крыше и сделать из нее стеклянную. Чтобы у нас здесь была кукува красота, если мы вдруг когда-нибудь начнем здесь ходить. Так, здесь мы тоже делаем крышечку стеклянную. Крышечку стеклянную. Еще где-то вот здесь вот я хотел сделать возможность, в принципе, ходить по кругу, но это мы дойдем. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы здесь была какая-то еще лесенка с перилами, и можно было здесь перемещаться. Но этим мы будем заниматься не прямо сейчас, а чуть попозже. Потому что для начала нам надо взять фонари. Фонари, фонари нам надо взять. Кстати, они у меня здесь еще не соединены. Надо бы их соединить. Но чуть попозже. Значит, и вот эти вот фонари, которые мы там взяли, надо теперь взять и здесь расставить. Они как раз ставятся четко так, как нам надо. Прям в этот раз что-то даже... Прям как-то хорошо пошло. Слишком. Такое ощущение, что он криво стоит. Ну да, он криво и стоит. Ну, а здесь вот он стоит прямо, а там он стоит криво. Так, а как же тебя заставить-то тварь дрожащую поставиться прямо? О, вот так. А здесь тебе что мешает? А, не хватает ресурсов. Сверхпроволока, ребят, закончилась. Сейчас, секундочку. Так, я немножечко взял ресурсиков, а мы с вами возвращаемся в зад. Там где и закончили. Так, только где этот зад находится? Вот здесь. В зад у нас находится вот здесь. Так, берем наш фонарик. Идем его сюда дальше доставлять. Интересно, сколько здесь будет фпс, когда я закончу? Вопрос крайне непраздный, я хочу сказать. Так, ну и как тебя сюда поставить? Поверхность слишком крутая. Поверхность не слишком крутая. Просто, да. Просто здесь надо найти определенное положение. Ну а определенное положение нашлось. Так, давай, 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 давай. Есть такая бука в этом слове. Такая. И такая есть. И за раз такая. Давай, ставься. Тут главное поймать тот самый миллиметр, в который она устанавливается. Для того, чтобы... Что-то поставить криво без модов и лишних действий, приходится искать ту самую точку. Кстати говоря, по-моему, немножечко под углом, если даже получается получше. Так, значит, вот у нас есть здесь кусок освещения. И здесь кусок освещения. Не знаю, что мне не нравится. Это как вот этот вот... Как вот этот вот у нас сюда зашел. Потому что сверху выглядит как-то вообще не очень. Сюда бы какую-нибудь балочку проложить бы не помешало бы. Ладно. Давайте сначала сделаем следующее. Первое дело нам надо будет... Взять и соединить между собой все источники света с одной стороны. С другой стороны, по-моему, я уже соединил, если я правильно помню. Да, здесь у нас уже все соединено. Теперь давай отсюда пойдем. Так. Видите, мы тоже соединили. Теперь можно соединить вот эти. Так, по-моему, я здесь немножечко... Да, немножечко я здесь косякнулся. Так, косякнулся. Значит, вот эти все мы соединяем. Теперь соединяем нижнюю часть. Теперь соединяем между собой вот это. Так, теперь у нас получается несколько изолированных друг от друга модулей, блоков. Три штуки. Их надо подрубить вот туда. Я думаю, что их надо будет подрубить как-то примерно... Вопрос только, хватит ли места. Скорее всего, не хватит. У нас тут есть где-то стена. Вот такая вот, на один метр. Но сюда три штуки, по идее, не влезут. Даже, скорее всего, не влезут. Скорее всего, придется еще какую-то балку сюда зацеплять. Что мы, в принципе, тоже можем сделать. Единственное, что... Может быть, и не очень сильно хотелось бы, но сделать мы это можем. Значит, нам нужно взять энергетику. И розетку первого уровня. Ну да, сюда влезть только две. То есть, если мы хотим три... Чего, по-хорошему, сюда вообще влезает только одна. Кстати, у нее меняется привязка, да? А, да, у нее привязка меняется. Если сюда можно поставить вот так на... А, сюда, кстати, вообще три вставится. И не ставится. Сюда пропадает центральная часть. Любопытно. Так, как бы нам так это дело протащить бы? Не, ну, если я хотел декорировать... А я хотел декорировать. Мы, конечно, можем... Да, мы, конечно, можем сделать вот так. Она только куда-то наверх ушла. Мне кажется, что она неправильно ушла. То есть, оставить вот так вот стекло, потому что верхняя часть мне не нравится. Я хотел бы от нее... Немножечко избавиться от этой верхней части. В том виде, в котором она у меня получилась. Блин, а что ты не ставишься? Блин, а что она в бок не ставится? Хочу, чтобы она ставилась в бок. Ну-ка. Сейчас проверим. Вот, тогда здесь получается прям четко выверенное окошечко. Уже лучше. Потому что до этого было некрасиво. Вот, теперь уже нормально получается. Теперь такую же штуку мы можем поставить внизу. Ну, балками ее пока что я, наверное, обшивать не буду. Хотя потом обошью. Давайте мы тогда сразу обошьем еще вот это. Потому что вот эта часть у нас тоже закрывается. С внутренней стороны мы тут особо, наверное, смотреть не будем. Ладно, пока сделаем вот такую глухую стену. Потом тогда посмотрим. Если что, мы всегда из глухой стены можем сделать не глухую, если надо будет. И никто нам не сможет это делать, запретить. Совершенно никто. Цвет у этого всего будет, скорее всего, бетонный. Ну, я так думаю. Ну, пока оставим так. Здесь еще должны будут идти некоторые подпорки для того, чтобы вся эта конструкция стояла над вот этими дрон-портами. И, в общем, ладно, пока не будем этого касаться. Так, теперь мне надо вывести сюда. Вывести теперь мне надо вот сюда. Блин, а если я их сделаю все-таки две вот здесь? Просто целиковые мне не нравятся. А если я их сделаю две? Если я их сделаю две... Хм. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, они сюда вообще поставятся нормально. Мне интересуют три розетки. Блин, но они криво ставятся все равно. Прямо чтобы хорошо их сюда поставить, особо не получается. Так, а как мы можем их поставить, чтобы они сюда встали, но при этом встали одни сюда без модов? Потому что моды мы применять не хотим. Мне их вообще сколько надо. Мне их надо-то полторы розетки, так если по-хорошему. Мы можем их вообще запихнуть по... ...вот этой стенке. И вот сюда вот вывести. А эта штука нам тогда вообще быть не нужна. Ну-ка, сейчас погоди. Ну, потому что объективно вот так вот некрасиво. То есть их можно было бы расставить рядышком. Можно даже, наверное, при помощи балок их и без модов расставить. То есть протянуть несколько балок и потом туда их запихнуть. Скорее всего, это даже вполне себе будет работать. Так, а если я захочу поставить розетки, например, двухсторонние... Сейчас мы посмотрим. Так, чтобы они логично располагались. Например, раз, два и три. Если они будут вот здесь стоять, они нормально подключатся? А если они будут стоять вот так, одна у нас залезает. Угу. А если они будут стоять вот так... Балет с привязкой розеток мне не нравится. Мне надо, чтобы их было три, и они определенным образом встали сюда. Они сюда не встают. Даже одну здесь просто так не протащишь. Одну можно протащить, если здесь будет балка. Так, ну-ка, где у нас балка? Может быть, ну ее нахрен, вот эту вот штуку? Может, мы вместо нее лучше балку поставим? Если мы поставим сюда балку, тогда у нас будет черная вот эта вот дребедень торчать. А если мы поставим и балку, и вот эту штуку, то получится довольно массивная конструкция. Она, кстати, будет красивая, но... Ну, хотя, почему бы и нет? Потому что на балку, по идее, это фиговина встается вообще без проблем. Так, где у нас там розетки-то? Где-то организм... Нет, это у нас электрика. Электрика. Ну да, вот на балку вообще без вопросов. То есть я просто думаю, что поскольку вот это у нас прямо вот здесь вот выходит, из нее можно сделать... То есть она прямо на балочку хорошо завернется. То есть можно поставить вот так, поставить вот так. И прямо по балочке она пойдет как надо. Давайте попробуем. Так, по балочке она пойдет как надо, доходит докуда-то вот досюда, и что-то с ней дальше должно произойти. То есть если у нас вот эта вот топовая штука, надо на нее каким-то образом зацепиться. Ну, отсюда, в принципе... Так, если по логике, если нам надо зацепиться на центральную вещь, то мы можем либо вот так вот протащить, либо вот так вот по прямой. Но я бы, наверное, протащил вот так. Эх, 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 эх. А правда она будет и не по центру. Немножечко находиться, ну да ладно. Не, ну вообще не ладно. Вообще не ладно, потому что... Что это такое вообще? То есть если мы хотим сделать... Так, спустись на землю, потому что ты задолбал, натеребонькаться. Так, как там тебя ровненько-то сделать, ну, ровнее, чем вот так вот не сделаешь. Ну, на балу все равно нихрена не ровный. Ну, ладно. Ох, и хренота получилась. Прям полная причем. Вот эта вот сопля из проводов, висящая здесь, выглядит вообще мерзительно. Нет, так мне не нравится. Так мне вообще не нравится. А если не так, то как? У нас там снаружи есть елочка. Если мы, допустим, поключим... Ну, вот так вот их поставим просто чисто для симметрии. Опять же, вот они у нас есть. Ну и, допустим, отсюда мы можем накидать туда. Что мы еще можем такого сделать, что позволит нам это раскинуть, но при этом это будет и не выглядеть и мерзительно? Так, во-первых, пойдем посмотрим, в каком положении у нас вот эти вот розетки появились. Розетки у нас появились вот в таком положении. Вот в таком положении у нас появились розетки. Розетки, которые находятся под потолком, то есть если мы захотим их... Мне их нужно три. Три. То есть снаружи мы можем протащить их вообще как угодно, потому что это наружу. Правильно? То есть если мы возьмем вот сюда вот и поставим три штуки, и вот от этих трех розеток захотим потом запилиться, это будет уже не так уж то и плохо, наверное. Плюс, скорее всего... Ну, да, они немножко сюда заезжают, конечно. Это я прекрасно понимаю, но если мы делаем их по-другому, то они будут висеть вот здесь. Это уже как бы не очень здорово. Хотя тоже, кстати, можно, почему бы и нет. Если уж переделать, ну, можно, да, нормально переделать, вот тогда вот так вот сделать. Потому что я их с той стороны делал. Сейчас, куда она там у нас идет? Она идет у нас вот туда. В принципе, можно отрубить вот этот провод. И тогда его заменить. А то потом буду ходить и мучиться, что здесь как-то все некрасиво сделано. Давайте уж, ладно, сделаем сразу по-нормальному. Просто мы можем так сделать по-нормальному? Ну, можем так сделать. Так, вот у нас есть, значит, три таких розетки. Отсюда идут кабелюги. Можно было их, кстати, поднять наверх еще. Чтобы была некая преемственность вот этого всего. Кстати говоря, может быть, вот так вот и сделать. Ну-ка, если мы вот от этого избавимся. Да, я понимаю, что я хотел сделать немножко другие вещи. Но нам же надо определиться с красотой. Чтобы была какова красота, нам надо сделать какову красоту. То есть вот от этого надо тогда тоже избавиться. Потому что просто висящий провод мне не нравится. Мне нравится, чтобы все было прям... Ух! Так, ну хорошо. Вот у нас появился, получается, тогда переход из вот этой вот уродской штуки в более-менее внятную. Если мы, конечно, сумеем это сделать. Так, из уродской более-менее внятную. Теперь нам это более-менее внятную... Надо расчехлить. Допустим, эта фигня у нас пойдет поверху. А здесь тогда, ну вообще по-хорошему, должна пойти еще своя балка собственная. Вот так. Ну, для того, чтобы венчать вот это все. Так, балка ни на что не мешает. И ничему не мешает. Вроде как все хорошо. Так, вот тогда мы можем эту центральную часть запустить уже ровненько по центру. Дальше допихнуть ее вот сюда. И сделать вот так. Вот, уже совершенно другой вид уже. Я считаю. Потому что не тот, который был до этого. А совершенно другой, вполне себе нормальный видочек-то у нас получился. Так, эту хрень мы добиваем вот до сюда. Проблема только в том, что там где-то должна еще быть... Так, вот эту балку мы сейчас поднимаем тоже наверх. Тут где-то должно быть, получается, перекрестие. Хотя... Хотя, не, не должно. Его розетка нормально закрывает. Не, не должно там быть перекрестие. О! Не должно там быть перекрестие. Без перекрестия там вполне себе нормально. Значит, это мы идем сюда. Это мы идем... Так, я неправильно поставил... А, вон оно что. Хе, поставил не туда. Так, прошу прощения. Простить, погорячился. Это сюда. Это сюда. И это сюда. Вот, вот теперь тут прям ровненько хорошо. Ровненько хорошо. Эта штука у нас проходит. Теперь нам надо запитать еще несколько штук. Но здесь, судя по всему, придется все-таки прокладывать. Еще одну вот так, хреновину. Еще одну вот так прокладывать. Так, во-первых, это детали нам добавят. Во-вторых, мы по этой фиговине сможем проложить еще кое-чего. Кое-чего. Что мы можем проложить? Кое-чего, кое-чего. Мне надо запитать причем две части соседние. Было бы, конечно, проще сделать их вообще изолированными друг от друга. Это было бы вообще идеально. Я просто не знаю, мне получится вообще так сделать. Потому что мне надо от левой запитать, получается, левую и правую. От этой запитать еще. Ну, то есть, если просто вот так вот сделать, например, то вообще без вопросов. Сделать вот так и протащить. И смотреться, смотреться, это будет и нормально, разводка. И вообще. Ну, мне надо еще, чтобы потом, а после вот этого всего, у меня вот эта часть соединилась вот с этой частью. А соединить я их по-нормальному смогу только где? Только где-то вот здесь. Либо по внутренней стороне. Ну, тогда их надо будет сначала туда вытащить. На эту самую внутреннюю сторону. Блин, вот с этим проблема. Вот с этой штукой проблема. Она прям некрасива у меня получается. Менеджмент кобелей получается не очень красивый. А без красивого менеджмента кобелей вообще как жить, непонятно. Что за жизнь без пианины? Без пианины жизнь, она вообще не та. Так, во-первых, надо, кстати говоря, вернуть еще вот эту хреновину сюда. Во-вторых, надо проверить, а встанет ли сюда двусторонняя розетка. Потому что, возможно... А, двусторонняя розетка сюда встанет. Она, правда, встанет опять же криво. Но встанет. То есть, если вы поставите на какой-нибудь из вот этих вот узлов, то, в принципе, можно сделать перекидывание питания между двумя этими уровнями. Только это питание там сначала как-то должно оказаться, чтобы его туда перекидывать. Такое ощущение, что нам проще будет вообще где-нибудь с наружной стены это все сделать и не париться. Потому что вот сюда у нас сколько? Две выходят? Да, две у нас выходят. Они у нас запитаны вот здесь. Ну, все-таки надо на них вешать. Потому что по-другому я даже не вижу, куда еще можно это все дело прикрепить. То есть, прямо вот чисто по расположению хорошо будет запихнуть вот сюда. Значит, одну линию и вторую линию. А потом их друг с другом соединить где-то. Где-то соединить, где-то соединить. Либо можно их сделать не так, а, например, вот так. И заодно тогда... Сейчас. Заодно тогда можно украсить вот эту вот штуковину. Мы можем протащить вот эту вот штуку. Только она сейчас будет говорить, что она слишком длинная. Так, стоять. А что тут не так-то? Не понял. А, я электричество отрубил. Я думаю, что не так? Что не так? А не так тот факт, что я тут все порубил к свиням. Да. Что я тут все к свиням порубил. А что я куда теперь... Что я куда теперь вывожу? Во-первых, так. Только ты у нас уходишь отсюда? Значит, так. Сейчас, секунду. То есть, это у нас должно идти вот сюда. Это должно идти... Вот сюда. Это должно идти вот сюда. Да, выглядит как-то не очень красиво, я согласен. Но ничего не поделаешь. Вот эта фиговина вообще не нужна, по-хорошему. Да, расположение такое себе. Вот так вот мне вообще не нравится. Прям вообще некрасиво. Так, а как сделать красиво? Ну, наверное, красиво будет вот... Вернее, красивее будет, если сделать вот так как-то. Ну, тоже, на самом деле, довольно специфическая история. Но так всяко будет посимпатичнее. Плюс мне надо, получается, заложить еще электрику отсюда вот туда. И вот от этой фиговины, наверное, все-таки придется избавиться, потому что она прям лишняя. Она прям лишняя. Прям лишняя, прям вообще. То есть, вот эти вот штуки мы тогда должны будем перепроложить. Потому что я там электрику потрубил. То есть, они должны будут тогда прокладываться вот так. То есть, здесь у нас в одном уровне. Потом, соответственно, мы их спускаем, зацепляем станки. И потом нам надо будет... От одной из них... Ну, тогда по логике получается вот так. То есть, нам надо будет поставить еще одну. А, блин. Не так расположено. Хорошо. Поставить еще одну вот сюда. И сделать вот так. Ну, скажем так. Не самое лучшее решение. Но, к сожалению, из-за того, что я не могу, как мне хочется, вот эту вот ерунду со светом менять, то... Не, ну изнутри нормально. Изнутри нормально. Снаружи, конечно, можно было бы сделать и лучше. Но уж как получилось, так получилось. Кстати, одна... А, да. С одной стороны у нас теперь даже заработало все. Ладно. Наша задача теперь идти далее. Так. Чтобы идти далее, нам надо будет тогда пройти куда-то вот сюда. Так. Теперь давай мне вторую кабелюгу. Пока не будем ничего туда дополнительно навешивать. Хотя надо бы. Конечно, слишком длинные кабели. Очень длинные кабели получились. Некрасиво. Вообще некрасиво. Значит, надо сделать попроще чуть-чуть. Так. А у вас вопрос только через сколько? раз, два, три, на стык. Ну, так, наверное, получше будет. Раз, два, три, на стык. Раз, два, три. А, и вот как раз у нас получился на стык. Ну и нормально. Значит, раз, два, три, на стык. Раз, два, три, на стык. Сейчас у нас пойдет автосохранение. Отсюда мы тогда сейчас перенесем вот сюда. Отсюда перенесем вот сюда. И подождем, пока автосохранение пройдет. Автосохранение у нас прошло. Поэтому мы вполне себе можем теперь продолжать. Значит, теперь... Теперь... Теперь у нас должен пойти кусок номер один. Так, и кусок номер два должен тогда пойти вот здесь. А следующий должен пойти уже где-то вот здесь. Не, наоборот, чуть-чуть вот здесь. Так, и отсюда мы запитываем тогда вторую часть кабеля. Значит, вот у нас пойдет одна часть, вот у нас пойдет другая часть. Теперь мы эту самую часть должны будем цепануть. Где-то вот в этом месте. У нас одна, и у нас другая. Вопрос только... Двойная балочка. Ну-ка, кстати говоря, вторая балочка. А, нет, вторая балочка нормально здесь смотрится. Но только туда надо будет как-то еще электрику дотащить. Из одного и дотащить еще и второго. Чтобы они у нас соединялись. Потому что они должны еще... Как бы так сказать-то... Сейчас, по идее, да, у нас должен запуститься еще кусок. Но мы его потом сделаем чуть-чуть попроще. И теперь нам надо затянуть сюда будет еще один кусок. Идущий вот оттуда. Ну, с этим-то ладно. Я еще знаю, что делать. А вот как вот этот перекинуть на другую сторону, уже теперь не знаю. Потому что с этим довольно все просто. В общем-то, вот он у нас проходит. Вот мы его сюда тащим. Вот мы его тащим. Нет, только не сюда. Вот сюда. Потом спускаем его еще ниже. И вот здесь вот зацепляем. Значит, вот все. У нас тут есть несколько розеток. Вот пошла еще жара. Ух, мотать вообще. Тут, простите, великая душа. Она не хватает только Иисуса. Вот к этому ко всему. Потому что светится просто капец. Ну, давайте хотя бы ладно на сегодня. Раз уж у нас такая замута пошла. Но если вот здесь вот будут у нас реально стоять станции. То работать они будут норм. Единственное, что нам надо включить свет вот такой. И... Так, ну-ка. Желтый-то у нас которая. Это у нас вот сюда. Так, они у нас... То есть, если я возьму... И вот здесь вот, например, возьму красный. Ну, поменяю его на какой-нибудь... Не знаю, там вот такой. Он же только здесь поменяется, правильно? Не, не только здесь. Он меняется везде. Блин, вот дерьмо. То есть, количество цветов все-таки ограничено. Нельзя, да, сделать уникальную прекрасную палитру. А жаль. Было бы прям хорошо, если можно было. Ладно, тогда нам нужны... Ну, вот сюда, как минимум, нам нужны теплые цвета. Сюда нам нужны цвета теплые. Яркость надо будет поставить процентов, наверное, 50. И ночной режим. Может быть, даже чуть поменьше, чем 50. Цвета много? 35. Да, вот такая вот у нас подсветка, чтобы прям не хреть, как светилось, но светилось. Ну, вот такой вот у нас профиль световой нормальный. Значит, чисто верхнюю часть я бы подсветил каким-то, может быть, вот таким цветом. Ну, только опять же ее надо сделать в ночной режим и попроще чуть-чуть. Где-то процентов, наверное, до 40, если не меньше. Так, вот, уже начинает вырисовываться неплохой цветовой рисунок, а не вот это вот то, что было. И остается у нас еще с другой стороны. Здесь тоже должен быть такой, но здесь какой-то я хочу... Зеленый, ядреный такой. Может быть, какой-то вот такой, немножечко синенького, и тоже на 35. Ну, конечно, фпс просаживаются довольно серьезно, и, наверное, вместо 35 надо поставить еще поменьше чуть-чуть, потому что слишком жестко получается. Где-то процентов 14. Пока, по крайней мере. Мы потом еще подумаем, что с этим сделать. Во, вот теперь прикольно. Ну, да, конечно, со светом тормозит, но с другой стороны это будет только ночью. Но днем такого не будет, поэтому, наверное, и не так уж, чтобы и очень страшно. Вот это вот можно отсюда убрать. Ну-ка. Значит, вот такой вот у нас профиль свет с одной стороны. И вот так вот с другой. Здесь зато с фпс-ками все полный порядок. То есть, хочешь фпс-ок, смотришь направо. Хочешь... Не хочешь фпс-ок, хочешь красоты, смотришь налево. Ну да, со светом здесь, конечно, беда. С просчетом света. Но, с другой стороны, была бы у меня не 2060, а что-нибудь еще было бы, наверное, попроще. Но я все равно это оставлю, потому что... Потому что красиво. Ну что ж, ладно. На сегодня тогда я с вами прощаюсь. На следующей серии мы продолжим заниматься прокладкой и кабель-менеджментом уже с другой стороны. И заодно... И заодно, наверное, соберем здесь некую систему декора. И в первом приближении посмотрим, где у нас будут стоять дрон-станции. Где-то вот там они будут стоять. Пока непонятно где. Скоро узнаем. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры создавал DimaTorzok